Радио 54 Через современные Возможности, да, формы Через что на этот раз? На этот раз, ну, как обычно Все в нашем стиле То есть, если мы говорим здесь про новосибирск шоу, которое начнется здесь 9 марта Зритель, когда только зайдет в манеж, он уже попадает в другую атмосферу Мы возвели трехъярусный Огромный замок под самый купол цирка Мы же не просто так, королевский цирк, да, это же не с потолка взято Все действие разворачивается в замке Огромный замок, из которого выходят артисты Он золотой, сделали огромный задник То есть, атмосфера Королевского дворца Уже только на входе И дальше развивается действие Это большое количество артистов, да, у нас больше 100 артистов Это эксклюзивные костюмы У нас есть свои цеха, которые делают костюмы Именно для всех коллективов Гии и Радзе И только с нами они работают Это всегда, если это камни, то это исключительно Страза Сваровский, да, это перья Ну, все это на высшем уровне, все это дорого, богато, красиво И все это, у нас нет классических номеров То есть, любое действие, это блок Спектакль какой-то Это мини-спектакль в спектакле, да То есть, допустим, если мы говорим вот про райский сад, допустим Это фонтан, это пеликаны розовые Это принц и принцесса, это попугай Ара То есть, человек оконается в такую атмосферу райского сада Вот хочу как раз к Артему перейти Да, Артем, ваша роль в спектакле Я вот сейчас вот как раз подводочку такую сделаю, так скажем Артем на манеже предстает в роли гладиатора Это колизей, это львы африканские, да И он вот в образе гладиатора То есть, не просто классическая дрессура, там вышел дрессировщик И вот там что-то какие-то акробатические элементы делает Ну, здесь трюки, да, с животными Это именно спектакль То есть, человек попадает в атмосферу древнего Рима Колесницы, гладиатор, колизей, львы, стилистика реквизита Все в таком духе Вот, собственно, такая подводочка Артем, ну и как там в древнем Риме? В древнем Риме замечательно За всю вашу карьеру, когда вы занимались с этими животными Все-таки африканские львы, это, ну, опасно Это хищники, да Какие еще бывали вариации подачи ваших номеров? Вот в этот раз древний Рим На самом деле этот номер создавался Это новый номер, он недавно создался Только 4 года он шел Ну, подготовка процесса выпуска И выпустился он буквально полгода назад Именно в этой интерпретации 4 года готовится номер? В среднем, да С хищниками примерно занимается столько времени Пока животные вырастут, пока окрепнут Пока научатся, чего у него Привыкнут, да Привыкнут, да Это долгий процесс, на самом деле Очень такой кропотливый труд Но всегда примерно все равно Забава с тиграми для народа Наверное, одна и та же Это голова в пасть там Прыжки через горящее кольцо Или все не так? Ну, не без этого Все есть Все эти классические элементы, естественно, присутствуют Изюминка Да И понимаете Допустим, в этом аттракционе Я хотел показать некий такой Тандем животного человека Замоотношения животного человека Насколько это Которое строится на любви, на доверии Обнимайтесь с альбом Обязательно Обязательно Это мои дети, я их очень себя люблю Поэтому не без этого Тут даже нет какой-то игры Или какой-то постановочной цели Здесь выходишь и чувствуешь себя с ними Как на одной волне Ты это они, а не того А ты О тандемах А бывают ли синтезы выступлений, где разные виды животных участвуют? Конечно Например, львы и обезьянки Нет Львы и обезьянки такого нет Такого вообще не было, да Бывают разные виды хищников в одной клетке присутствуют Там, допустим, пантеры и тигры в одной клетке Там, львы и тигры в одной клетке Такое существует На данный момент именно разношерстных животных в одной клетке Не хищников, допустим, с староядными, такого нет Ну не в одной клетке, а одновременно на манеже На одновременно на манеже бывает, да Бывает, но в данный момент у нас шоу такого нет, к сожалению Да, но у нас есть несколько аттракционов Были, кстати говоря, так если история чуть-чуть коснуться Был аттракцион у слоны и тигры Если говорить про разных животных в одной клетке Аттракцион был И у нас в продюсерском центре есть У нас же несколько программ, да И у нас есть ребята, там, Андрей и Наташа Широкалова У них как раз в клетке работают пантеры, леопарды, тигры Есть Люда Суркова, у которой львицы И тигры в одной клетке Она, кстати, обладательница короны Международная принцесса российского цирка А у Артема, кстати говоря, так тоже Секрет приоткрою, да Он не акцентировал на это внимание Но, тем не менее, у него не только африканские львы У него там есть один зверь, который Лилигр, ну он сам им расскажет Да, это очень уникальный зверь Я просто его отношу к львам Потому что они все, как бы, да У него отец белый лев, а мама Лигрица Это очень уникальное животное Рожденов было в Сочинском зоопарке Вот таких животных, в самом деле, по пальцам одной руки можно пересчитать А Лигры появились, как раз, по-моему, у нас В Новосибирском зоопарке У вас тут зоопарк шикарный, у вас много кто появляется Но наши Лигры не оттуда Хорошо, хорошо, ладно Они от наших же животных И самое забавное, что он не Лигр, а Лилигр Это в двойном поколении Потому что, как правило, Лигры сами по себе Они не могут иметь потомство А здесь так получилось, что в Сочинском зоопарке Сама Лигрица дала потомство от белого льва И он, получается, двойной Лигр, это Лилигр Что это уже претензия на вывод отдельной породы Это наши животные, родители этого Лигра Его зовут Барон Лилигра, который работает сейчас у Артема в аттракционе Мы очень дружим с Сочинским зоопарком Ольга Юрьевна Заславская, директор его И у нее шикарный зоопарк, шикарные условия И мы наших животных Вот Лигрица Маруся, это наша Лигрица, которая работала у нас в шоу И мы ее, как бы, отдали туда Мы следим всегда за жизнью животных, да, если они уходят с манежа И она жила там И Белый Лев, это тоже наш Белый Лев Который работал когда-то у нас И вот они вместе там Во мне сейчас борются радиоведущие и блондинка Я пытаюсь понять смысл того, о чем Алина говорит И одновременно пытаюсь слушать, как это звучит Лигри, 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 Лигри Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM Музыка Музыка Продолжение следует...